Внимание! В эфире Геббельс ТВ! В ответ на западные санкции, весь наш народ в едином порыве решил поддержать отечественного производителя и сметает с полок все пока еще доступные товары. Особенной популярностью пользуются соль, мыло и спички. Соотечественники! За углом сахар дают! По два килограмма в одни руки! Ура! Вперёд! Я первая! В одни руки не давать! Надо закупать сейчас же спички, соли, макароны, сахар и муку. На завтра! На завтра! Надо срочно запасаться, может взрыв случится ядерный. Что же будет завтра? Что завтра? Надо сейчас же купить баксы. Но в продаже баксов нет. Жаль, спасти почти нет шансов в семейный бюджет. Рубль настолько обвалился, уже страх! Всех нас ждет, очень вероятно, полный крах. Где, 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 где нам купить валюту? Где, 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 где нужно прямо сейчас? Где, 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 где нам купить валюту? Где, 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 чтобы бакс нас спас? И чего-то мой народец по магазинам ломанул. У него что, еще остались деньги? Может, это из-за будущей инфляции? Какой еще инфляции? Караул! Я здесь! Ты ж у меня, Караул, главный кассир! Ну, я. Ну, тогда скажи-ка ты мне, что у нас с инфляцией? Инфляция ожидается минимальная. На уровне всего 7%. Но местами будет ощущаться, как все 30%. О, инфляция всего 30%. Это ж не повод для паники. Товарищ Перетрахченко, видимо, наш народ в патриотическом порыве решил побыстрее вернуть государству денежную наличность. А если честно, то я думаю, что люди боятся войны. Ты думаешь, что говоришь, Безголовченко? Какой еще войны? Мы же с Вованом вам объяснили. Никакой войны у нас нет. Есть обычная спецоперация. Так, может, эта наша обычная спецоперация как раз и спровоцировала рост инфляции? Не раздувай панику, Наташа. У нас не инфляция, а временное финансовое недоразумение. Это всем ясно? Нам-то это ясно. Но вот боюсь, по правде говоря, народ про это самое временное финансовое недоразумение не поймет. По какой еще правде, Безголовченко? Запомни, правда – это фейк и фальшивка, сделанный в Польше на день его степа. Так что готовьте мое выступление. Я народу все объясню. Все разложу им по полочкам. А на какое число готовить ваше выступление? Сейчас посмотрим. У нас сегодня двадцатое? Ага. Значит, завтра двадцать первое. А, двадцать первое не подходит. Двадцать первого я буду давать народу очередное обещание. На чем-на чем, а на обещаниях экономить нельзя. Двадцать второе, двадцать третье, двадцать четвертое. Что? Двадцать пятое? Безголовченко! Вы что, вообще охренели? Почему на календаре опять двадцать пятое марта? Это ж день воли. Ни тебе парламент разогнать, ни конституцию поменять. Ну, я же, товарищ председатель, как бы за календарь не отвечаю. А за что ты отвечаешь? Кровь из носа. Но чтобы больше никакого двадцать пятого марта в нашем календаре не было. Так что, после двадцать четвертого марта будет сразу двадцать шестое? Мы, конечно, можем так сделать, но все же запутаются. А что, просто вычеркнуть двадцать пятое нельзя? Боюсь, не получится, товарищ председатель. Ну, тогда даю жесточайшее поручение придумать на этот день другой праздник. И что будем праздновать? Ну, например, день неволи. Тем более неволя, это и есть мое понимание воли и роли в ней председателя. Ой, как плохо. Дмитрий, Дмитрий! Что, Владимир Владимирович, все еще плохо? Ой, как плохо. Так может, опять клизму поставить? Поставили уже клизму, без вас. Не надо больше клизмы. А что тогда? Я просто хочу узнать, Киев уже наш. Почти, Владимир Владимирович. Что значит «почти»? А галтелые наркоманы и неонацисты оказывают ожесточенное сопротивление. А курс? Какой курс? Курс самых, что ни на есть, миротворческий. Да я не об этом. Какой курс российского рубля? Да не беспокойтесь, Владимир Владимирович. До него теперь тоже, как до Киева. А Шура что? Ему тоже клизму поставили? Нет, Шура пока уворачивается. Пытается в очередной раз переобуть свой геополитический курс. Охота ему, видите ли, чистеньким из нашей спецоперации выйти. Ранним утром в день февральский Вместе с Шурой, как всегда Я решил по-генеральски Въехать в Киев без труда Разорвали в миг ракеты Украинский небосклон Наводнилось утро это Ревом танковых колонн Но весь мир объединился Наш поход не поддержал Я как кнопкой не грозился В изоляцию попал Стал я вдруг непопулярным Все так в мире говорят И теперь мне регулярно Ставят клизму прямо взад А может пока не поздно Мы вам свою клизму поставим Отечественную Импортозамещенную Зачем? Так ведь клин клином вышибают А я вообще не понимаю В чем проблема придумать Альтернативный праздник На 25 марта Давайте назовем его Международный день хапуна Да, мля Мы ж уже 25 лет в этот день устраиваем хапун Вы ж не забыли, товарищ участковый Что каждый праздник предполагает праздничный ритуал Вот что, по-вашему, будут делать люди в день хапуна? Ну как что? Бить себя сами и составлять на себя протоколы За нарушение общественного порядка По-моему, мля Нормальный ритуал Только надо, чтобы люди Избивали себя так, чтобы не оставлять следов Ну, этому ж учить надо В рамках специальных курсов, мля Да, а времени на раскачку нет А я предлагаю Не изобретать велосипед Ведь 25 марта В мире есть и другие праздники Какие, например? Например, Международный день памяти жертв рабства Вы, товарищ лакей, не иначе, как сбрендили Народ ведь считает нашу контрактную систему Самым настоящим рабством И если мы это самое контрактное рабство отменим То экономики вообще будут кранты Так а что тогда делать? Я предлагаю перед нашими людьми поставить вопрос ребром Вам что, не нравится рабовладельческий строй? Да, вы что, забыли, мля Как при первобытном строе жили в пещерах И от тигров прятались? А может, не надо сразу Так уж нашим праздникам народ пугать? Может, на 25 марта назначим какой-нибудь праздник Наподобие церковного? Что вы имеете в виду? Ну, например, день памяти какого-нибудь великомученика Представляете? Соберем народ Помянем Причастимся массандрой Какой еще массандрой? Вы в своем уме? Вы что, не знаете, что главные наши великомученики Это пенсионеры? Но вы же сами говорили по телевизору Что наши пенсионеры живут припеваючи И что они с пенсией даже могут позволить себе покупать евро Насчет евро я нисколечки не врал Я правду говорил Некоторые из них покупают даже два евро Вы как хотите, дорогие товарищи, но я считаю, что нечего заниматься самодеятельностью Нам нужен профессионал Какой еще профессионал? Только настоящий политтехнолог может сделать так, что 25 марта станет не днем воли, а днем всенародной поддержки нашего любимого председателя Но для этого ж нужен специалист экстра-класса В Кремле их сейчас пруд пруди Я знаю одного такого А он подтянет, мля Не сомневайтесь Если ему хорошо заплатить, он даже убедит колхозников, что на выборах победил Перетрахченко Внимание, внимание, товарищ политтехнолог, прибывший из Москвы Вас ждут прямо у входа в вокзал Я из Кремля пиарщик Мне правда не нужна Я пропиарю прыщик На жопе пахана Как тролль Пишу я фейки Я правда не терплю Готовьте гонорар мне И всех я заправлю А если будет надо И власть мне даст приказ Готов я даже гада Пиарить под заказ Как тролль Пишу я фейки Я правда не терплю Платите гонорар мне И всех я заправлю Ну наконец-то Мы вас уже заждались Позвольте представиться Пиарщик фейкометов к вашим услугам Наслышаны, наслышаны Говорят, что вы доказали, что в последнее время в России свободы стало больше Это действительно так? Конечно Ведь раньше нельзя было совершенно свободно бомбить чужие города Приходилось бомбить свои Тот же Воронеж А на чужие все-таки были некоторые ограничения Их, конечно, преодолевали Но с большими трудностями Зато теперь бомбить чужие города можно совершенно свободно Следовательно, свободы стало больше Гениально! Поэтому только на вас все наши надежды Ну, я вкратце познакомился с природой вашей проблемы Вам нужно информационно раскрутить праздник Альтернативный Дню Воли Вот именно Сделайте Конечно Для начала вызовем отторжение к самому названию День Воли А как это сделать? Ну, согласно теории, нам надо связать эту дату С какими-то негативными явлениями в вашем колхозе Тут такое дело, товарищ Вайкометов Понимаете, у нас в колхозе нет негативных явлений Как это нет? Не может быть! У нас, согласно приказу товарища Перетрахченко Царит полное процветание И никаких недостатков Да? Не верите? Можете спросить у людей Извините, я не здешний И вот интересуюсь Есть ли у вас в колхозе какие-то недостатки? Недостатки? Да что вы! Откуда им взяться? Все недостатки колхоза Легко компенсируются достатком нашего председателя Чулася, Бролка Державные пропагандисты кажуть Что нам теперь потребен не день воли А день неволи Это и что почему? Дык кажуть, что у нас у колхозе Свободы на шмат больше, чем на заходе А шо тут удивляться, подруга? Возьми, к примеру, ту же свободу совести У члена управления на этот счет полная свобода Хочешь, имей совесть А хочешь, нет В преддверии празднования дня неволи Я хотел бы напомнить жителям нашего колхоза О широких правах, которые им предоставлены Ведь эти права никому не надо отстаивать Их надо отсиживать Внемлите, братья и сестры Накануне дня неволи Никаких новых постов вводиться не будет Верующие по-прежнему будут держать великий пост Но с одной поправкой Он будет длиться не до дня воскрешения А до прихода светлого будущего Настоятельно рекомендую гражданам Прекратить всякие домыслы О возможном наличии какого-либо дефицита КГБ предупреждает Достать можно всех и все Таким образом, запомните, дети В нашем правовом государстве Есть не только права Но есть даже и люди Которые этими правами обладают А почему же тогда, Марья Ивановна В прошлом году на марше в честь дня воли Так много людей арестовали? Вовочка, ты что, дурак? Марш воли ведь запретили потому Что ОМОН еще раньше подал заявку на его разгон Тишина в студии Пишем поздравления с 25 марта С днем неволи Дорогие колхозники Вот и наступил день 25 марта Когда мы всем миром отмешаем светлый праздник День неволи Для меня эта дата святая Поскольку я вырос среди растений и животных Товарищ председатель, товарищ председатель ЧП Ну что ты меня сбиваешь, Чупакобраков? Я только разошелся Согласно оперативным данным с мест Этот наш день неволи Народу по барабану Он по-прежнему собирается праздновать День Воли Нужно срочно принимать меры И что ты предлагаешь? Предлагаю объявить чрезвычайное Или даже военное положение Ты что, с ума сошел? Заруби себе на носу Войны у меня с народом не будет Будет спецоперация Почему нас ненавидит НАТО? А отчего не любит нас весь белый свет? Проблем-то нет Прям капец Весь мир на нас наехал Я вообще не понял, что случилось с ним Да и хрен с ним Но почему вдруг народец на нас Стал очень обозленный? Он же обязан быть прямо сейчас Только в него влюбленный Он недостаточно смотрит БТ Просто от рук отбился Пусть обвиняет тебя в нищете Кризис же не случился А они в руки, в руки, в руки Снова в руки, в руки, в руки Только задница полнейшая нам светит А они в руки, в руки, в руки Снова в руки, в руки, в руки А председатель охиняю говорит Верьте нам, ведь мы источник правды Тайный смысл до вас я донести спешу Я не тренджу Коль тебя на улице мы встретим Ты получишь сразу же плевок в лицо Зачем в лицо? Ну почему население сейчас Стало таким взбешенным? Да потому что хозяин у вас Шизик сама влюбленный Ваш председатель над целой страной 27 лет глумился И погружение на самое дно Он для нее добился А они в руки, в руки, в руки Снова в руки, в руки, в руки Только задница полнейшая нам светит А они в руки, в руки, в руки Снова в руки, в руки, в руки А председатель охиняю говорит Все вокруг сбежать хотят куда-то Хоть закрыт для них сейчас весь белый свет Закрыт весь свет Значит здесь сопротивляться надо А иначе выжить у нас шансов нет Вам веры нет Ну почему население сейчас Стало вдруг разъяренным? Да потому что хозяин у вас Просто ума лишенный Вся пропаганде наступит конец Хватит уже глумиться А председателю скорость пиздец Сколько бы не храбрился Граждане, поверьте В правлении наших и колхозов Всегда думают о народе Просто они никогда не говорят Что именно они о нас думают Субтитры создавал DimaTorzok